тебе наш сегодняшний собеседник известен достаточно хорошо вот какие его черты характера какие качества тебе кажется основными вот какие просто бросаются в глаза зачем не могу сказать что я много лично имела возможность общаться но вот когда я слышу его имя мне представляется всегда очень спокойный основательный рассудительный человек такой как бы даже лишенный каких-то таких эмоций может быть таких житейских но я согласен действительно бросается в глаза но ты знаешь в биографии нашего гостя есть такие факты которые заставляют говорить о нем как о человеке способным нам очень резкие поступки можно сказать о карбонарии ну тогда у нас получится интересная программа потому что сейчас мы почти серьезно будем разговаривать заместителем губернатора нижегородской области сергей александрович потапом здравствуйте надеюсь что вы расскажете нам что-то такое что заставит меня пересмотреть свои отношения и увидеть вас ух как ты сказал карбонария но я не знаю что вас заинтересует сергей александрович но действительно у вас репутация очень такого обстоятельного рассудительного человека трудно вас представить на баррикадах но вот скажем электронная энциклопедия википедия говорит в июле 2004 года вместе с группой соратников по партии попытался сместить геннадий зюганова с поста руководитель кпрф что это был за бунт на корабле и чего ради но это не был бунт на корабле дело в том что когда готовились к выборами собрался президиум центрального комитета партии поставили перед собой конкретные задачи и договорились что если эти задачи будут не выполнены по результатам то все уходим в отставку а задачи не были выполнены и когда собрался пленом центрального комитета партии но сначала и в президиуме я этот вопрос поднимал я просто поднялся и сказал что я несмотря на несогласие членов президиума я ставлю вопросы собственной отставки а параллельно со мной была такая историческая личность генерал макашов он поставил вопрос другой приблизительно было понятно сколько денег заработал руководство партии на выборах да и он задал вопрос тогда где деньги генн ответа и на этот вопрос мы не получили после этого я понял что с остатками моего романтизма покончены и тогда состоялся в москве пленум который принял решение о немедленном отправке руководители партии в отставку и в общем то прошли выбор делегатов сняли знаете прогулочное судно в москве реке делегаты зашли на этот корабль к ворум был явка была и спокойно прорешали все вопросы все потом естественно когда закончился съезд причалил этот корабль к берегу и собственно вечером начался обзволь съезд нет сьест уже начался в измайла тот самый съезд потемках как его потом назвали там же у меня тогда очень жестко возникло это если я с этими людьми потерял какую-то часть времени то надо же отдавать долги родине и надо заниматься созиданием поэтому я с этого момента переключился немножко на другую сферу а вот судя по всему ваше внешнее спокойствие с которым вы все это рассказываете это не совсем точное отражение состояния которое тогда было да вот у вас я просто пытаюсь понять это вот что был за человек он 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 был азартный или он был таким знаете вот таким принципиальным он называл людей предателями он вот какой это был человек потапов прежде всего мои и дед и отец приучили меня к тому что надо быть честным прежде всего по отношению к самому себе и я ни разу тогда не говорил о том что кто плохой или что плохой я говорил о себе я дал слово я обещал поэтому я ставлю такой вопрос в отставку выхода в отставку если говорить об азартности ну я абсолютно не азартный человек а что касается эмоций то здесь наверное моя жена может рассказать про мои эмоции потому что это тоже с детства по моему выработано тоже благодаря родителям моему отцу до моей маме кипит все внутри я могу сорваться но чашка сорваться две чашки я не бью но и топнуть могу и кулаком стукнуть но никогда этого не делал на работе и сколько лет я работаю я думаю ни к один подчиненный мой никогда не скажет что я накричал что-то там сделал такой особенный взгляд есть что подчиненный понимает сейчас потапов так как перед грозой знаете небо так да вы знаете иногда этого достаточно потому что но эмоции не должны на работе вы должны тогда сейчас признаться что вы японский самурай вы знаете я настолько не японский настолько не самурай славянин я настолько люблю все наше отечественное русское российское что все самураи отдыхают самурай и совершал поступок в отношении самого себя не более но вы же говорите о том что это был ваш выбор это был мой выбор но я были ли за собой за войско да вот вы понимаете я всегда был почему-то в этом отношении романтикам и сколько бы случаев не было я уверен что хороших людей больше больше намного больше чем плохих поэтому я верил что после этого поступка встанет еще кто-то один и скажет что же в конце концов я же тоже обещал проголосуйте и в отношении меня потом другой третий четвертый об этом не было ничего страшного я видел настрой ребят я не мог просчитывать все варианты но я же видел что по-другому ошиблись все вместе недоработки были как и в центральном штабе так и региональных отделениях в местных отделениях это была общая ошибка но в первую очередь должен штаб но история ведь знает и примеры предательства и это тоже были наши соотечественные говоря о том что они их нужно ну говорить но знать то нужно или это не наши были нет это наши были абсолютно люди но мы вот сейчас опять возвращаемся к тому же тезис у хороших людей больше больше чем плохих но они же есть 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 они есть и в нашей жизни они есть в любой профессии и к сожалению очень часто вот по ним делается вывод в отношении всех остальных от стране а нации даже в отношении какой-то профессии в этом году исполнится 10 лет как вы вошли в состав нижгородского правительства соответствующих предложений вам взял валерий павлиныч а как вы думаете имел значение ваше нижегородской горьковское происхождение ну вы знаете я не знаю имела ли она значение для валерий павлиныча но когда ему сделали предложение и я ему позвонил поздравил с предложением которое ему сделали и сказал я родился в горьковской области и поэтому я корнями будем говорить оттуда и когда он сделал мне уже предложение приступить к работе он так меня и характеризовал где родился там и пригодился и получаю очень большое удовлетворение от того что я нахожусь на горьковской и нижегородской земле за на то что я дышу этим прекрасным воздухом смотрю на волгу и аку в москву или из москвы в нижней мы сначала перевозим волевых спокойных уверенных себе мужчин где-то в глубине души самураев на очень русских и с русской душой перевозим потом сюда подтягиваются интеллектуальные ресурсы и вот неожиданно все узнают и видят что смотрите а вот а мы уже переехали уже тут вы уже все ждете говорите ребят ну время то идет мы тут уж сколько десять лет давайте как-то подтягивать вы знаете вот вопрос то другой а нужно ли быть нижнему новгороду столицы вот в том понимании в котором хорошее должно быть ведь посмотрите ведь посмотрите мы находимся в центре окружности если взять радиус тысячу километров 84 миллиона человек проживает в этом радиусе мы и так уже центр так давайте будем логистическим центром давайте будем научным центром давайте будем центром культурным центром развития промышленности и я хочу сказать что на сегодняшний день есть чем сравнивать не с тринадцатым годом а можно сравнивать с 2005 и когда мы радовались каждому судну а сейчас больше десятка верфи не 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 знаю что я хотела услышать это очень важный вопрос смотрите вот логика такая москва изобилие денег ну и вот этого всего как бы изобилие ограничиво прямо скажем где-то даже и с развратом простите на ну такой вавилон вавилон такой и в мы убираем неких честных порядочных спокойных уверенных в себе людей которыми на самом-то деле должны быть государевы люди вообще-то да они находиться в центре вот этих всех знаете потоков денежных среди которых они просто как в маринаде там найти они не могут даже на представить себе что вообще есть какие-то другие цены я бы даже сказал другие другая жизнь расцентрализации да по каким-то идеологическим центром наверное ведь все таки ну возможно да и что-то знаете вот для начала вот вы сказали про зажравшуюся что там избыток и так далее и так далее но это не правда нет это это имеет конечно вот нас 26 миллионов 40 миллионов 50 миллионов на средства массовой информации выделяйте вот разврат зачем это нужно кормить и все такое москва 2,5 миллиарда выделяет это все нормально и никого особенно это не волнует почему потому что у них есть больше полутора триллионов до джи давайте теперь посмотрим а какой бюджет нам нужен ведь есть международная норма в 2005 бюджет был 34 миллиона не выполнялся каждый год где-то там 32 миллиарда было выполнение сегодня бюджет по хорошему 122 миллиарда 140 миллиардов все такое а сколько нам нужно а нам нужно 350 миллиардов для того чтобы хотя бы сравняться по уровню обеспеченности это это без того чтобы отложить те проблемы которые 20 лет а может быть и 50 лет не решались причем было было преимущество и недостатки горьковской нижегородской области что у нас всегда была здесь самая передовая промышленность самая передовая наука люди получали достаточно высокую заработную плату и считали но это ты области чем помогать они самодостаточные у них все есть и к чему мы пришли когда остановилась промышленность становилась наука оказалось что у нас все основные фонды у нас социалка вся создана в двадцатые тридцатые годы прошлого века ее ремонтировать уже нельзя ее надо ее надо сохранять как объекты культурного наследия рядом строить то что есть современное на на это нужны средства а сегодня конечно в области еще очень много проблем которыми надо заниматься в которые надо вкладывать деньги поэтому валерий павлович поставил задачу независимо от того каких сложных условиях сегодня работает страна это действительно новые условия надо все равно искать инвесторов плана надо находить новые технологии надо находить инновации тащить их нашу нижегородского потому что мы уверены что чтобы где-то в мире не прошло если не мы из нижегородцы изобрели это изобрел кто-то уж но мы быстро найдем этому применение были бы средства есть такое мнение что вот было бы много денег и мы тогда здесь увидим огромное количество талантливых людей от инженеров там до оперных артистов а кто-то говорит наоборот сначала талантливые люди а потом уже деньги вот ваше мнение какой ну нам на мой взгляд сначала идея хорошие организаторы под это дело хорошие люди которых очень много на нашей нижегородской земле самые лучшие самые красивые самые достойные люди они все-таки в наших условиях вот на такой высоте где очень много водных пространств рек озер вот тут они вырастают и возьмем наших девушек я помню приехал ко мне один мой знакомый иностранец идем по большой покровке и он мне говорит сергей а ты знаешь что большая покровка опровергает пушкина я говорю почему ты так решил он говорит но я помню пушкина написано едва ли найдешь во всей россии две пары стройных женских ног а здесь я иду по покровке у меня уже нижняя челюсть отвалилась потому что сплошь идут девчонки красавицы и со стройными ногами тогда и результат посмотрите если в целом я где-то читал такую статью что если вот все конкурсы сложить которые нашей стране по разным параметрам проходят что чаще всего побегать побеждает мне в нем нижегородку слава богу мы про женщин заговорили сергей александров я знаю что скоро вы отмечаете день рождения правда ли что в этот день у вас двойной праздник поскольку вы якобы именно в этот день день рождения познакомились своей будущей супругой это был 1974 год мы работали на одном предприятии я только пришел молодой инженер я еще работал только три месяца был субботник да я первый раз так лицом к лицу с будущей женой столкнулся и в 75 году мы поженились так что в этом году 40 лет будет как мы с ней вместе и вообще почему только эти два у меня вообще так получилось по жизни что большинство самых интересных моментов жизни и кстати да мы с ней 19 числа подали заявление правда был июнь 19 сентября у нас состоялась свадьба поэтому с числом 19 у меня действительно какая-то мистика очень часто по жизни это число она мне это носила удачу 19 это 10 10 это единица до кончательном подсчете но ас а есть говорите говорите с есть да я есть я знаю поэтому у вас очень редкое сочетание интересов с одной стороны страстный болельщик а с другой стороны страстный любитель книг мне кажется в живой природе такие экземпляры встречается уже очень редко они по-моему все в красные книги вот как у вас это сочетается как вот через всю жизнь вот сохранить две такие разные страсти удалось ну первая страсть это книгам это тоже от моего деда от отца потому что в захлеб читали и я запомнил с детства когда день зарплаты и папа маме вот маленький листочек бумажки отдает вместе с зарплатой на котором написано значит что куда пошло вот эта сумма которую она и отдает а остальное так книги 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 которые он шел и не мог не купить он подписывался в разные переписал издательства мы постоянно получали бандероли жили ли мы здесь павлодаре в цельнограде в алмате у меня переезда в связи с родителями строительными было много и школ было страсть художественной литературе в исторической профессиональной или и когда эти книги приходили мы сразу втроем я старший брат и мой папа кто какую книжку схватил быстрее и прочитать чтобы схватить следующую и я в пятом классе участь схватил томик соловьев я читал захлёб мне же надо было успеть прочитать этот таб ради раньше папы вова почему-то сразу старший брат от этого дела отошел но я почувствовал себя немножко другим и на уроках истории и я уже не только мог задавать вопрос я мог с учителем очень интересно дискутировать что конечно нравилось всему классу и в конце концов чуть не сказал серки откуда ты это берешь я вот книжка соловьев пришел он говорит вы сумели подписаться на соловьева в общем от меня томик стал переходить моему учителю истории который это уже профессионально читал что касается спорта и конечно в спорт номер один для меня футбол потому что у меня были способности я знаю в детстве имел разряды по многим видам спорта но вот этот дух команды который одиннадцать человек в футболе я не знаю ни в одного года не защищали нет у меня только одно место я центральный защитник по жизни независимо от того какой это вид спорта или что-то я должен защищать был у меня идеал может для вас это фамилия что-то значит это альберт шестернев конечно капитан сборной страны и все что он делал я видел по телевизору я тут же повторял за ним но вот это амплуа а ну вы знаете она у меня и по жизни мне интересны интереснее разгадать замысел противника поймать его на противоходе все идти забивать ну вы знаете вот какое-то чувство у меня есть ну забиваешь гол вроде расстраиваешь там это все хотя общая командная рада радость будет ну наверное это не для меня я то же самое скажем беру ружье здесь же все в нижнодородской области охотники да я я могу выстрелить по мишени но я очень люблю стрелять по животным но иногда приходится как у нас у охотника это когда он на тебя нападает тогда уже приходится стрелять смотрите же появляется какой-то у вас такой азарт и какие-то эмоции сейчас немного еще и мы найдем какое-то самое ваше эмоциональное место внуки внуки тоже достаточно эмоциональные и андрюша и леночка это конечно моя гордость это моя гордость и я очень люблю проводить с ними время но вы понимаете дети все таки нет это вообще это разные разные вещи дети внуки в детях в первую очередь я видел ну как сказать свое продолжение свое предназначение на земле что ради этого живешь надо ему дать профессию надо чтобы он был полезным общество человеком все а когда я вижу сегодня внуков и я вижу через очень большое количество времени самого себя и я как-то ощущаю что да вот это я только 60 лет спустя это на новом витке развития цивилизации я наверное уже спокойно к этому отношусь и хотелось бы конечно больше времени но этого никогда не получится потому что для меня выходных не существует очень сложный есть момент да мне меня здесь все устраивает да мне здесь нравится здесь моя земля здесь я родился но вы понимаете я фактически 10 лет живу в гостинице здесь я но я же живу на съемной квартире я здесь не забиваю гвоздей я смогу посадить дерево но это где-то на каком-то этом то есть я вынужден вот всю накопившуюся во мне энергию я могу вкладывать только в работу не в сад не в дом и поэтому бывает такое что я в субботу позавтракал я стою очень рано я жалорнок по жизни и снова сажусь за компьютер и иногда мне говорят что ты маешься ну и жжай на свою работу если там если сам тебе комфортнее и сын и внуки они к этому относятся очень спокойно и для них вот вы знаете такое дедушка работает это святое святое хотя елена сергеевна это младшая внучка она для нее это иногда не табу поэтому у нее есть это дедушка давай вот это мне нужно сделать мне самолетик нужно сделать это сделать это важнее ну что ж откладываешь а я читал что числе ваших увлечений еще кулинарии вы правда умеете любите готовить я не только люблю этот процесс этот процесс да и все я еще в 1999 году книжечку написал по этому поводу называется называется наша кухня но она у многих моих друзей есть потому что я ее писал в первую очередь для себя наряду с моим книжкой то что я написал тогда же для своих потомков причем восстановил всю генеалогию рода то что было доступно для меня я написал история россии нашего рода раздал все это написал поколение но если кто-то возьмет в руки он будет долго смеяться потому что это не пособие сколько граммов чего взять и насыпать помешать и так далее это я с детства очень много записывал и это мои наблюдения о том как готовили мои бабушки дедушки как готовили мои друзья знакомые различные блюда и меня интересовал в этом вопросе не столько как сказать соблюдение пропорции тогда меня интересовался до сам процесс отношение к этому делу удовольствие которое испытывает сам человек готовя это блюдо и потом то удовольствие которое он ощущает когда наблюдает с каким чувством восторга я понимаю я его произведение поэтому если у меня произведение у меня выпадает свободное время я еще раз подчеркиваю очень рано встаю почему я могу я обычно стою 5 45 я в шесть часов могу сварить борщ харчо солянку и к десяти воскресенье уехать на работу но я знаю что с каким удовольствием проснувшись мои это какие замочатся домочатся да сын иногда за это говорит что опять уже запах разбудил и погнал вниз я не занимаюсь кондитеркой потому что прекрасно понимаю мои эксперименты по выпечке хлеба с детства и кондитерские изделия привели к тому что там должны быть до миллиграммов соблюдены все рецепты и качество продуктов и может быть на каком-то витке творчество ведь поэтому это целиком она на моей супруге а я могу вот воскресенье приготовить мясо и шашлык я могу сделать запечь баранью ногу гуся сейчас уже наши гости несмотря на время я не знаю какое сейчас у вас там время но они пошли просто у меня потому что тоже слюна вот уже просто я не представила все это от запахов харчо до красиво вот этой вот ноги это очень вкусно рассказано я предполагаю насколько вкусно это делать так и никто его правильно не делает вот я сразу задаю вопрос а у вас токолапия есть мне говорят что такое токолапия гроза как вы делали начинаете делать харчо если у вас нет токолапия это основа харчо так мы перешли на иностранный язык сейчас сергей александрович уважаемые наши зрители но смотрите что нам удалось с вами вместе делать мы все-таки убедились что перед нами чрезвычайно эмоциональный но на самом деле глубокий основательный настоящий российский человек с которым не страшно можно ходить в разведку можно выполнять обещания можно вкусно поесть и можно на самом деле не бояться за будущие детей сергей александрович потапов заместитель губернатор нижегородской области спасибо 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 вам спасибо